Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас традиционная рождественская гонка стартует, и мы решили пообщаться с первым российским победителем этого соревнования, которое также известно как World Team Challenge Дмитрием Ярошенко, который в паре с Екатериной Юрьевой выиграл эту гонку в 2007 году. Но начать разговор хотелось бы вообще с твоего первого впечатления от этой гонки годом назад, когда ты оказался, собственно, впервые в Кубке мира, вот так стабильно, постоянно, и сразу же такое предложение, такой интересный старт. Какие были впечатления и эмоции? Здравствуйте, уважаемые друзья, любители биатлона, вообще спорта. Приятно вспомнить, окунуться в ту атмосферу. Конечно, это было очень почетно попасть на рождественскую гонку. К сожалению, потом, спустя некоторое время, эта гонка стала терять интерес именно у мировых лидеров биатлона. На тот момент это было такое, помимо Кубка мира, чемпионата мира, такое топовое событие, куда попасть практически не мог любой желающий. И брали только самых-самых лучших, по мнению организаторов. И вот мне повезло, да, в 2006 году я участвовал тогда с Анной Багалией. Мы в призы не попали, но это было такое ощущение, как сейчас помню. Мало того, что, конечно, я тогда еще даже стеснялся, в общем-то, находиться в кругу, наверное, биатлонной элиты, потому что все мы ужинали, ели в одном ресторане за одним столом. Но мне было стеснительно очень, как сейчас помню, но равно как и в первый раз оказаться на пресс-конференции. Тогда я, если помните, в спринте был вторым на Кубке мира и оказался на пресс-конференции среди двух величайших биатлонистов, Арфаэлем Пуаре и Юрдалином. Тогда тоже очень сильно стеснялся в первый раз, но потом, конечно, привык и уже было таким привычным делом находиться на пресс-конференции. Так вот, когда попал я вместе с Анной, вернее, пригласили, это на тот момент, ну, один из пределов мечтания был. Потому что, конечно, ну, годом ранее, наверное, или даже, даже, наверное, месяцем ранее, я даже не мог предположить, что попаду на шальке. Ну, это такое, конечно, заветное желание было. Хотя, наверное, оно было очень призрачным на тот момент. Когда пригласили, я говорю, не мог поверить, ну, не то, что не мог поверить, поверил, конечно, но очень стеснялся находиться среди вот этих грантов биатлона. Атмосфера на футбольном стадионе насколько отличается от привычной атмосферы биатлонных аренд? Вот это вот огромное количество болельщиков, это что-то фееричное, конечно, для спортсмена выступать вот именно при такой атмосфере. Ну, прям, действительно, это завораживающее зрелище. Вообще, когда большое количество людей, где бы то ни было, находящихся в одном месте, то уже производят впечатление, когда эти болельщики, ну, или там, часть из них скандируют твое имя. Конечно, это очень-очень круто, приятно и запоминается на всю жизнь. Тем более, что сейчас я часто бываю на хоккейных матчах нашей команды Югры. У нас стадион 5000, не 5500, хоккейный стадион наш. И то, когда вот он заполняется полный, полный стадион, это производит впечатление. А если учесть, что на шальке их было 50 тысяч человек, то, ну, это грандиозно, конечно. Вообще, отношения болельщиков, вот ты тогда еще был малоизвестный биатлонист, как-то узнавали, то есть как относились, поддерживали. И вот тогда же, ну, как сказать, атмосфера такая дружелюбная всегда была на биатлоне, то есть не было вот еще политики вот этой всей грязи. Да, вы знаете, да, у меня была такая группа интересная пожилых людей, они подошли ко мне в руполдинге и подарили какие-то маленькие там значки. Они были, они и сейчас, кстати, я так думаю, постоянно присутствуют, потому что, во всяком случае, когда я вернулся после дисквалификации в руполдинге, они меня увидели на разминке, очень доброжелательно отнеслись ко мне, хотя, конечно, само настроение у меня было, ну, не очень таким, наверное, дружелюбным, потому что, конечно, я испытывал дискомфорт, вернувшись после дисквалификации на биатлонную арену. И вот в тот момент, годами ранее, приехали эти люди, как-то вот, видимо, болели персонально, подошли, мы пообщались так мило, и вот они многие-многие годы потом помнили меня, и вот, я говорю, еще раз, когда вернулся, было вот это доброжелательное отношение. Я не знаю, какое было бы сейчас, я думаю, что, наверное, оно к нашим спортсменам вряд ли со стороны, вот именно, ну, наверное, адекватных людей, оно вряд ли, конечно, поменяется в части дружелюбности. Всегда найдутся люди, которые, конечно, будут рассказывать какой-то негатив, но, тем не менее, я думаю, что... Ну, во всяком случае, с кем я общаюсь, из болельщиков, ну, многим... Многие все прекрасно понимают, вот реально, потому что я иногда веду переписки в социальных сетях с теми же немецкими болельщиками, ну, есть у меня несколько человек, которые, ну, действительно, которых я лично не знаю, но которые мне какие-то вопросы задают, мы общаемся, желаем там друг другу каких-то позитивных вещей, и они все прекрасно понимают, и очень-очень, кстати, сожалеют, что нет российских биатлонистов на мировой арене биатлона. На следующий год, когда поехали уже с Катей Юрьевой, было какое-то вот уже, ну, желание, стремление выиграть или хотя бы на подиум попасть, то есть какие-то такие чисто спортивные амбиции, или просто как на праздник ехали? Нет, конечно, уже, конечно, это уже было как праздник, и как... Скрывать не буду. Там спортсмены получают призовые деньги вне зависимости от места. Ну, понятно, что чем выше место, тем больше призовых денег было. Все это все прекрасно складывалось в одну такую рождественскую новогоднюю, предновогоднюю картинку. А когда позвали нас с Катей, в принципе, я уже понимал, что у меня очень сильная соперница именно в компоненте, в стрелковом компоненте. Круг там не такой сложный, длинный и так далее, что, в принципе, с отличной стрельбой можно было, конечно, бороться за победу. Я очень сильно на Кате надеялся, потому что, в принципе, сам в хорошей форме находился. Но вот так, те вещи, которые она всегда демонстрировала в стрельбе, это вот такой дополнительный был стимул или надежда на самые высокие места. Ну, вы выиграли тогда и пролог, насколько я помню, и основную гонку, и привезли полминуты где-то Бьерн Даллену и Тури Бергер, то есть сильнейшим на тот момент соперником. Да, с учетом того, что, в принципе, я, конечно, хорошо быстро очень по дистанции двигался, но не со всеми рубежами, там, из положения стоя я не сильно так классно справлялся, как Катя, но, в принципе, Бьерн Даллен позволял мне совершать эти ошибки. Ну, а Катя, она делала свою великолепную работу, и тот отрыв, который она, в принципе, только на своих этапах стрелковых привозила к конкурентам, ну, мне, в принципе, нужно было только аккуратненько ей передать и эстафету, и больше ничего не испортить. Поэтому, и, ну, еще, конечно, если вернуться чуть назад, конечно, уже, ну, та уверенность, которая была на Кубке мира, она уже, ну, она была, приехав на шарики второй раз, конечно, она уже была, эмоции были уже немножко другими. Туда мы уже приезжали, ну, так скажем, в числе одних из фаворитов этой гонки, потому что, ну, те результаты, которые мы показывали, могли, во всяком случае, мы могли на это надеяться. А почему вот на шальке спортсмены достаточно много промакиваются? Вроде бы стадион как-то защищает от ветра, плюс круг не самый сложный, там, в сравнении с Кубком мира тем же. А это все, это вся та же специфика, как вот на суперспринте, который я вот как болезньщик сейчас смотрю по телевизору или там на стадионе. И формат этого соревнования вот именно вот без такого, да, ажиотажа зрительского, да, в таком компактном месте, для меня он абсолютно непонятен. Для меня такое ощущение, что, ну, как будто что-то, как какой-то сюрреализм происходит на стадионе. Какие-то укороченные штрафные круги, какая-то дистанция непонятная, маленькая. И все это как-то быстро-быстро, кто... Не успеваешь даже просто следить за, ну, так скажем, за фаворитами. Ну, за фаворитами, может быть, ты еще и успеваешь следить, но те, кто там пятые, шестые, седьмые места занимают по ходу вонки, даже уже, в принципе, у них внимания не обращаешь. Что, ну, какую-то прелесть от этого теряется, вот именно для меня, когда болельщик. Что касается там, ну, там просто такой ажиотаж, все прекрасно понимают, что там рассусоливаться. Вот, кстати, если вернуться годом ранее, я как раз был с Анной Багали. Ее стрелковый компонент не настолько скорострелян был, как, допустим, ну, даже у меня было. Я быстрее стрелял, чем, например, ну, вот Аня. Да, она качественно стреляла, но медленно, имеется в виду, с той скоростью, значит, таким уверенным запасом прочности. Бам, бам. Ну, на шальке так не стреляют. Шальке – это формат Юрьевой, шальке – это формат Волкова, Алексея. Там, где там Туры, Бергер, где действительно такая, ну, высоченная скорострельность. И тут уже где-то, конечно, присутствует элемент лотереи. В этой лотерее мы были сильнее, потому что я свою лотерею прошел 50 на 50, ну, я там 70 на 30, а Катя прошла 100 из 100 фактически, в общем-то, и все сделала красиво. Причем, я говорю, вот эта скорострельность, потом вот эти вот 5-10 секунд, их фактически не отыграть, вот то, чего мы не могли сделать, допустим, с Анной Багалей. Вроде бы все здорово, но ты бежишь, вот они конкуренты, и на стрельбе медленнее, если работают спортсмены. Ну, не отыграть их вообще, просто нереально отыграть. Штрафной круг мизерный, поэтому тоже там такая тактика, знаешь, своего рода, чтобы быстрее отработать на рубеже, быстрее, это даже один штрафной круг открутить, это будет быстрее, чем просто выцеливать эти выстрелы и попадать. Ну, просто нелогично и неэффективно. Везде есть фотографии вас с огромным бокалом пива, который вручили организаторы. Что еще подарили, кроме этого, такой запоминающийся от спонсоров там? Они подарили лампы, керосиновые лампы. Вот как, знаешь, я в детстве такие видел, либо в мультфильмах, либо в старых фильмах. Они, ну, с ними ходили люди в штольне, знаешь, она такая красивая, бронзовая. И для меня она была, наверное, вот самым таким, ну, как бы удивительным, что ли, этим сувениром. Потому что бокал, кстати, он сохранен, у меня до сих пор он есть. Мы это все пиво выпили, мне потом даже, так скажу, для болельщиков. Не очень было на утро, потому что оно холодное было пиво. Ну, в общем, тут я, конечно, промашку дал, попив это пиво. Ну, так, немножко подпростыл я, кстати. Вот не рекомендую на холоде никому пить пиво холодное. А вообще и бокал сохранен, и вот эти, ну, их у меня потом несколько стало. В следующем году тоже вручали за третье место. И вот у меня есть эти керосиновые лампы. А так деньги, деньги еще подарили, ну, или выиграли мы их. А так призовые сопоставимы с Кубком мира или даже побольше будут? На тот момент они были больше. На тот момент было 10 тысяч евро. А, кстати, ну, наверное, знаешь, ну да, в любом случае были больше, потому что 7,5 тысяч было евро на Кубке мира на тот момент. И 10 тысяч было на шарике, но эти 10 тысяч делились на двух человек. Но при этом организаторы не взымали налог. Они выдавали наличными деньгами. На Кубке мира, ну, сам ты знаешь, страна, где проводится этап, они автоматически высчитывают налог, а он составляет зачастую, ну, более 25% от суммы. Поэтому то, что там, ну, что болельщики тоже. Понятно, что призовые, конечно, великолепные, хорошие, там, в карматируемой валюте, но налоги тоже у них неплохие, я скажу. А вообще вот такая гонка, как там были какие-то праздничные мероприятия, там, что вы могли все посидеть вместе с участниками, пообщаться, там, получше познакомиться. То есть насколько контактировали спортсмены? А вот, кстати, знаешь, вот этого автопати не было, самое интересное. Как-то я вот очень хорошо помню, что вот в тот год памятный мы были болельщики российские, и мы вот с ними такой автопати провели. А чтобы это было, например, как по завершению, там, чемпионата мира, когда организаторы делают вечеринку, да, в закрытии, такого не было. Ну, во-первых, в канун мы приезжали, соответственно, ну, никто там вечеринки не проводил, соответственно, поужинали, да, на следующий день выступали. Ну, а там же, видишь, тоже все потом разъезжались очень быстро. Я думаю, что местные спортсмены, они там вообще не оставались, потому что у всех, ну, четко была там распланирована подготовка уже к следующему этапу новогоднему, а он был в Оберхофе. Ну, и у нас был, ну, у нас просто был вылет на следующий день. Рано утром к Рамзаву мы возвращались, ну, до Мюнхева надо было лететь. Ну, и, соответственно, вот, единственный вечер был, но мы его проводили с болельщиками, с нашими. Почему, как думаешь, сейчас рождественская гонка не является столь ярким событием, как лет 15 назад? И, соответственно, даже по составу участников многие лидеры пропускают, ты, как бы, равнодушна к ней? А вот потому что, я думаю, вот как раз причина – это подготовка к Кубку мира. Действительно, там немножко-немножко, ну, разрывался, так, тренировочный процесс, хотя, в принципе, настолько было престижно там участвовать, что все самые крутые топовые бетлонисты всегда принимали участие. Сейчас, да, по остаточному принципу, соответственно, немцы, да, как организаторы, и то даже у немцев, там, вторые, третьи составы принимают участие. Ну, и зная это, например, да, ну, вряд ли поедут топовые спортсмены соревноваться ради, там, пускай, там, тех же 10 тысяч евро, да, сумма для наших болельщиков большая, ну, для наших граждан, да, но для в масштабе, ну, того же, тех же норвежских, например, бетлонистов, которые, там, 15 тысяч за победу завоевывают сейчас на Кубке мира, я не знаю, какие сейчас призовые проблемы на шальке. Сейчас 20, по-моему, или 20 тысяч. Да, ну, может, и на шальке больше дают, я про Кубок мира знаю. А, на Кубок мира, да, я знаю, что гораздо уже больше, может быть, и на шальке, но ехать, знаешь, приятно всегда соревноваться, когда, ну, ты среди таких же топов соревнуешься. Ехать соревноваться, где уровень спортсменов чуть ниже, наверное, топы поедут только за большие деньги. Ну, за какие-то такие, которые, ну, сопоставимо, так скажем, если можно назвать жертвой разрыв тренировочного процесса, то тогда за большие деньги. А так, я говорю, мощная компания, когда там действительно реально звезды все, да, и это такой, ну, как, знаешь, такой элитарный клуб, что, где, когда, грубо говоря, ну, если перевести на биатлонную тему, попасть в который просто престижно, а когда, ну, это опять-таки, да, я не хочу ничего сказать про что, где, когда, когда я был лет на 20 моложе, я смотрел все передачи что, где, когда, и у меня есть мои там любимые игроки, а сейчас я смотрю и понимаю, что там, ну, куча, куча людей, которых я даже не знаю, и сейчас я честно скажу, я его практически не смотрю. Гораздо проще посмотреть там свою игру, например, формат такой, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Тогда же, да, ну, сам ты понимаешь, да, не было много, большого количества передач, избалованности не было у зрителя, и попасть во что-то элитарно, это было очень-очень престижно. Наверное, тщеславие какое-то. Но при этом, я думаю, еще для российских и, наверное, скандинавских биатлонистов трудность всегда была в том, что, соглашаясь на участие в этой гонке, ты, по сути, не едешь домой на новогодние каникулы, оставаясь в Центральной Европе и сразу уже, как бы, после последнего декабрьского этапа и до первого январского. Ну, я сейчас сразу скажу, что никакой проблемы для российских биатлонистов никогда не было, потому что домой они фактически не ездили. Все ребята и девчонки привозили туда, если хотели, свои вторые половины мужей, жен, подруг, друзей. И все очень, кстати, весело проводили Новый год. И, ну, действительно, я по себе скажу, что я не испытывал какого-то дискомфорта, что я не поехал в Россию на Новый год. Тем более, что в России на Новый год это зачастую очень морозная температура, погода, морозная погода. Соответственно, ну, никакой необходимости ехать в Россию, ну, у меня точно не было. И вот поверь, что я думаю, что тут вообще никаких вопросов, ну, не было к тому, что не поехать на шальке. Наоборот, было классно съездить, ну, там, так скажем, из австрийской, альпийской зимы попасть. Ну, там фактически, там лето. Лето, вот, где проходят соревнования, там очень тепло было. Ну, это особенно еще с учетом того, что ты жил всегда в Красноярске и Ханты-Мансийске, а не в Москве и Центральной России, где... Да, 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 конечно же так. Безусловно, я мог приехать и просидел бы в морозах. И по некатучему снегу, я просто, как сейчас помню, приезжал в Красноярск, например, вот, когда как раз на вот эти новогодние праздники, настолько некатучий снег, так очень тяжело тренироваться было прям, как будто вот как из колеи выбивает тебя, поэтому, ну, понятно, что там приятнее было тренироваться. Поскольку тема у нас новогодняя, в заключении попрошу тебя сказать что-нибудь, какие-нибудь пожелания для наших болельщиков биатлона и для спортсменов, которым тоже в нынешнее время не так просто, скажем? У меня, я в последнее время желаю людям, такое у меня есть, ну, пожелание-девиз. Я пожелаю вам быть в форме и не сходить с дистанции. Тут оно, в общем-то, такое пожелание очень, ну, с подтекстом, да, что, друзья, просто надо верить в себя. Ну, прежде всего, конечно, желаю здоровья, потому что иногда, когда, знаете, ты думаешь, что все классно, все четко, тут бац, тебя температура накрыла, например, да, и ты лежишь и думаешь, вот ничего не нужно, главное, чтобы не болеть, да, поэтому не болейте, будьте счастливы, гармония и, наверное, позитива. Ну, и самое, наверное, тоже одно из важных моментов, чтобы вы любили то, чем занимаетесь. А спортсмены, мне зачастую, знаешь, говорят, что, знаешь, спрашивают, ой, вот, ну, я же общаюсь здесь в Ханты-Масийске, мы проводили и МЛКБ, международный биатлон, и два Кубка России провели. И вот меня спрашивают болельщики, Дмитрий, ну, скажите, вот как они живут, там, на Кубке мира не бегают, бедные, несчастные. Я говорю, слушайте, вот есть категория биатлонистов, которая вот здесь выступает, зарабатывает деньги, очень хорошие сейчас деньги, ну, неплохие призовые деньги, надо отдать должное. И на МЛКБ были какие-то фантастические призовые деньги. И на Кубке России тоже люди выигрывают деньги, что не у всех, поверьте, объясняю болельщикам, что не у всех, возможность была бы даже часть этих денег заработать на Кубке мира. На Кубке Содружества также нормально. Да, да, я просто говорю то, что у нас здесь проходит. Кубок Содружества, безусловно, понимаешь, Саш, что есть, ну, это, не знаю, это, давайте так, откровенно, это большая часть спортсменов, которые такие деньги не заработала бы на Кубке мира. Это объективно. Да, сейчас они там тоже, по-моему, до 15-го места, да, увеличили призовые. До 20-го. Да, даже до 20-го, видишь. Сейчас, конечно, больше шансов зарабатывать деньги. Понятное дело, что также есть категории биатлонистов, которые, ну, этот масштаб этих соревнований, конечно, для них неинтересен. И мы видим, что зачастую у многих-то спортсменов и мотивация пропадает. Как заставлять себя, да, двигаться. Тоже их понимаю прекрасно. Вот, наверное, так же пожила бы мотивация, чтобы сохранялась, и она сохранилась до того момента, когда я, в том числе, начну, наконец, смотреть Кубки мира, где будут присутствовать наши российские биатлонисты. Спасибо, Дим, за уделенное время. Тебя также поздравляю с наступающим. Здоровья. Желаю всяческих успехов и в том, что ты делаешь, и твоей семье. Вот. Рад был слышать, как всегда. Поэтому, надеюсь, еще увидимся на биатлоне. Да, да, да. С удовольствием. Счастливо. Спасибо за поздравление. Взаимно.